Хирург онкоцентра Константин Мамонтов провел за операционным столом больше 6 часов. В результате операции у пациентки 62 лет удалили метастаз, который захватил большую часть печени. С такими объемами при раке прямой кишки здесь уже встречались, но не часто. Перед хирургом стоял вопрос, как тактически правильно подойти к решению проблемы. Традиционные и предпочтительные методы удалить опухоль и метастаз одновременно, или сначала опухоль, потом метастаз, уже не работали. И вот сейчас идет новое направление, называется оно Ливерферст, ну это операция Ливерферст, то есть первично идет печень. У нас два таких случая, два всего таких случая. И вот это самая первая больная, где первым этапом, повторяюсь, выполнялась резекция печени, затем уже резекция кишки. Послеоперационный период протекал нелегко, но без осложнений. Скоро начнется химиотерапия. Кстати, еще 5-6 лет назад в такой операции бордовольские врачи-пациентки отказали бы. Теперь она проведена так, что качество жизни, можно сказать, не упадет. У нее никаких мешочков, там как больные ходят иногда с мешочками, и кал идет в мешочек, в полиэтиленовые такие пакеты, то здесь, конечно, этого нет. Качество жизни у больной не страдает. Это основное. Это вот в настоящий момент, в общем-то, теперь, в последнее время, тренд идет в онкологии такой, что борьба за качество жизни. Это тоже немаловажно. За последние годы заболеваемость колоректальным раком, то есть раком прямой или ободочной кишки, увеличилась вдвое. Ежегодно в крае регистрируют 1300 пациентов. У большинства из них появляются метастазы в печени. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют раз в год посещать смотровые кабинеты, проводить УЗИ органов брюшной полости. Рак внутренних органов долго развивается бессимптомно. Андрей Дреер, Андрей Печеркин. День с толком.